здравствуйте дорогие друзья сегодняшнем видео затронем тему как переключать язык на клавиатуре видео будет рассчитано как на новичков так и для тех юзеров которые уже давно пользуются компьютером значит сегодня я вам расскажу стандартный метод переключения и метод переключения языка всего лишь одной клавиши что гораздо упростить упростит вам набор текста на клавиатуре да и в принципе серфинг в интернете будет гораздо проще и быстрее чем это делали вы ранее значит так погнали первое что я вам покажу это стандартный способ переключения смотрите как его переключать переключается это обычно двумя клавишами то есть alt и shift левый и правый shift то есть нажимая вот эту клавишу и вот эту одновременно то есть shift большая такая типа как пробел и кнопочка alt таким способом это стандартный способ переключения клавиатуры то есть зажимая их мы будем переключаться с русской на английскую и с английской на русской но зависимости там какие у вас языки установлены на компьютере а теперь я вам покажу тот способ которым я пользуюсь уже достаточно долгое время называется этот спор способ переключения с помощью пункта свечер есть такая программа от яндекса ее можно ссылку я оставлю в описании под этим видео то есть скачивая ее вы будете переключать всего лишь одним нажатием клавиши и вы можете назначить любую клавишу из тех которые вам максимально будут удобны значит так сейчас мы перейдем в интерфейс для того чтобы он у меня установлен я сейчас его просто выберу минуточку вот он у меня пункта свечер в общем смотрите когда я активирую пункта свечер то есть он у меня уже был установлен у меня появляется здесь вот флаг такой то есть по флагу гораздо проще ориентироваться чем по трем первым буквам до нг или рус то есть ты понимаешь сразу флаг россии это русский язык флаг сша это английский язык значит теперь перейдем непосредственно в самом меню и я вас познакомлю с настройками что здесь у нас интересно есть увы к сожалению я крупнее вам показать не могу поэтому ребят ребята и там мужчины и женщины у которых плохо со зрением извините крупнее вы к сожалению я не могу сделать знаешь смотрите что здесь у нас есть то есть мы можем назначить то есть у нас есть переключение раскладки по левому control по правому shift по левому shift по капс локу и так далее то есть выбирайте именно то что вам удобнее я лично поставил на левый икон на левый control потому что мне так гораздо проще и быстрее переключаться но на этом функционал этой программы не заканчивается здесь у нас есть также горячие клавиши то есть можно назначить там на какие-то определенные то то есть отметить конверт отменить конвертацию раскладки то есть если вы не хотите чтобы ваша раскладка переключалась вы можете там зажатием нескольких клавиш отменить такие функции то есть функции здесь достаточно таки много и в принципе если вы хотите с этим заморочиться то без проблем можно как бы подстроить эту программу так сказать под свои нужды дальше здесь есть у нас правило исключения что это такое это то есть тот набор текста дело в том что пункта свеча работает по принципу то есть если вы забыли переключить раскладку и написали там допустим привет на английской на английской раскладке да там то есть вы смотрели там на клавиатуру и напечатали там какую-то кракозябру то эта программа она понимает и переводит его в русский язык и пишет привет да то есть как бы исправляет ваши тематические ошибки что упрощает то есть те ошибки которые вы допустили она их автоматически исправляет также можно сюда назначить какие-то определенные фразы которые часто встречаются в вашем сленге то есть если вы будете там печатать эти цифры фразы или еще что-то программа будет автоматически чески она не будет срабатывать при переключении потому что когда допускается какая-то ошибка эта программа воспроизводит какой-то определенный звук дальше смотрите что здесь у нас еще есть то есть можно назначить здесь программы исключения то есть чтобы программа не конфликтовала с какими-то определенными приложениями да такое бывает есть такие программы которые ну вы не хотите чтобы там раскладка переключалась автоматически то есть если там допустим вы играете в какие-то игры до где вы назначили назначены там какие-то определенные клавиши для управления и чтобы она не переключала чтобы не сбивалась это управление вы можете это также назначить также есть у нас здесь устранение проблем то есть там бэкспейс короче настроек здесь настолько много что просто сам не выдаешься дальше здесь у нас есть авто замена то есть здесь если вы допускайте какую-то там ошибку да то в принципе на что заменять то есть если вы написал написали какую-то скракозябру то сразу же это все заменяет о чем я конечно и сказал соответственно можно поставить звуки на какую-то определенную функцию то есть допустим там звук на отпечатку вы можете поставить свой приятный звук которому вы хотите то есть там допустим звук уточки там допустим да там кря-кря если там ошибку ты допустил опечатку или еще что-то на кря-кря тебе будет делать то есть можно назначить даже такое то есть именно в этой программе также можно в дневнике вести свой дневник дневник то есть дневник это говорит о том что будут какие-то фразы то есть вы можете их дополнять в дневник и программа будет автоматически обучаться этому самому делу ремеслу называйте это как хотите короче вот такая вот штука ребятки всем советую скачать пункта свечер ссылочку я оставлю в описании под этим видео и вы сможете одним нажатием клавиш переключать клавиатуру это блин это великолепно я не знаю почему других аналогов этой программы не существует действительно очень удобно с помощью флагов ты сразу ты нажимаешь вот все надо русский язык пожалуйста надо английский без проблем короче вот такое вот видео для вас ставьте лайки подписывайтесь на канал задавайте вопросы если кому-то что-то непонятно постараюсь вам разжевать на более понятном языке а также заглядывайте мой плейлист там очень много полезных и не полезных видео в любом случае вы что-то интересное для себя найдете все всем пока